Вот, боже, Apple Watch, какая же бесполезная, на мой взгляд, хуйня. Я честно не понимаю, какой в ней толк. Часы? Блять, я лучше не знаю себе какие-нибудь престижные часы куплю лучше, чтобы они хотя бы стильно выглядели. Гаджет какой-то. Мне кажется, те, кто покупает Apple Watch, они заставляют себя пользоваться Apple Watch. Типа, ну, это ведь реально полезно, у меня ведь дом, 20 этажей, и в одной из своих 100 комнат я забуду iPhone, и мне понадобится Apple Watch. Вот, Игорь, блять, помню, он себе купил Apple Watch, и постоянно оправдывается, типа, они такие нужные. Вот, у меня телефон на кровати, мне звонят, и я могу ответить на своих часах. Охуеть, то есть тебе, ну, я лучше сэкономлю 500 баксов и дойду таки до своей кровати, чем потрачу их и буду раз в день заряжать эту хуйню. Она же разряжается за полдня или за день, ну, зачем она надо? Прям вот совсем непонятно. Вообще, в принципе, часы как-то мне не совсем уже становятся к вам. Я просто сто раз говорю, что часы это абсолютно мёртвая хуйня для тех, кто хочет быть пафосным в костюме. Те, кто хочет быть пафосным, покупают охуенные часы по типу, я не знаю. По три миллиона рублей, как у наших депутатов. Да, вот, допустим, мои весенние покупают. Шофхаузен, охуительные часы. И поверьте мне, чувак вот с такими часами, он может обоссать того, кто купил золотые Apple Watch. Он просто на него посмотрит, скажет, типа, ясно, ясно, ну, окей, окей, хорошо, потому что здесь ручная работа, здесь престиж, здесь эти часы через год не устареют, они будут только набирать цену. А Apple Watch, ну, не знаю, для меня часы, я уверен, абсолютно для любых людей, которые покупают часы, с того момента, как появились мобильные телефоны, это аксессуар. Это не средство... Это не средство того, чтобы посмотреть. Время. У тебя есть телефон, ты берешь телефон, смотришь... Часы — это аксессуар. Это аксессуар. Иногда ты там можешь посмотреть, но большую часть времени ты смотришь, ну, когда ты хочешь узнать само время. Нет, я просто вообще не понимаю часы как вид, я ненавижу людей с часами, я их презираю. Но это стильно, чувак, ты знаешь? Мне они похуй. Для меня это уродно. Красиво смотрится, когда мужская рука с часами, это... Для меня это уродно. Но это как женская шея с красивой цепочкой, вот что-то то же самое. Ну, часы для меня это уродно. Вот ты любишь, когда на девушке, на ее вот шее, вот есть, допустим, цепочка какая-то красивая. Я не люблю обычные шеи. Мне нравится, вот. Если цепочка есть, мне хуже не станет. Есть и есть, похуй, у меня нет. Окей, хорошо. У меня часами угриматоржение. Когда у девушки серьги, допустим, это красиво. Когда у нее пирсинг где-нибудь, это так же самое, как и часы. В смысле, чем пирсинг, не нравится, что-то дурак, что-то. Ненавижу, бля, пирсинг. Редко-редко пирсинг может быть красиво, настолько редко. Да, ладно. В пупке, допустим, пупок довольно уродское место. Фу, чувак, ну ты конченый. Чешский пупок, это уродское место. В первую очередь, оно полностью дискредитирует религию. Да, оно дискредитирует религию. Нет, бывает, что в пупке смотрится красиво. Волбро 1, спасибо большое за подписку. Нескорю, но я пирсинг не очень понимаю. Вот когда в пупке... Мне просто было подробно, что в пупке в пупке в пупке губи и броди. Мне это не нравилось. И она считала себя обмотительно красивой. В языке норм, кстати. В языке норм. Да, для меня это, молодец, да. Затем еще... Ну ладно, ладно, хуй с ним. Спасибо тебе огромное. Еще самые хуины часы, которые мне очень нравятся, это Patek Philippe. Просто закрой рот. Patek Philippe, они очень классно выглядят. Вот прям я их обожаю. Я вообще в часах, кстати, довольно неплохо разбираюсь. Все, что стоит дороже с 10 тысяч долларов, ты шаришь. Когда-то я просто очень интересовался часами. Я разбирался во всей этой швейцарской индустрии. Нахуя, это говно не нужно. В смысле, это стильно, престижно. Молодежно, я понял. Это не молодежно, в том-то и дело. Но я понял, что это абсолютно бесполезно, потому что я когда-то зашел на один сайт, очень качественных реплик часов, и я купил практически идентичную копию часов. Не Омега, блядь, господи, как они так называли? Зенит, Зенит назывались. Зенис, вот так вот пишется. Watches. Да, 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 да. Я купил вот эти часы, это очень престижный класс часов, и никто этого не понял. И никто не обратил на них внимания. И тут я понял, что... Да, ну это похуй. Потому что люди просто бескультурные, необразованные пидоры, которым... Потому что ты пафосный выебонщик, который захотел потратить месячную зарплату, нахуй в нем? Это не месячная зарплата была, это реплика была о чем-то. Это мне похуй. Это реплика. Оригинал больше месячной зарплаты, если что. Вот, и поэтому, ну, часы очень крутые, но никто не обратил на это внимание. Не уважаем людей, еще раз говорю, которые носят часы в принципе, а те, которые покупают часы за стоимостью с квартиру, у меня остается только у виска похрутить с такими людьми, честно. Ну, хуй знает. Вот самые уебищные часы, которые вот прям совсем у меня вызывают отвращение, это хублот, блядь. Кельвин Клейн блюз. Вот они были, Кельвин Клейн вообще не часы, это хуйня какая-то. У меня на айфоне стилизация будильника и то качественнее. Вот, вот я хублот совсем не понимаю. Это часы, насколько я знаю, премиум сегмента, они стоят, ну, больше чем, вот, вообще все, что у меня, наверное, есть в хате и самохата, наверное. Но нет, нет, не так дорого. Средний сегмент где-то 3-6 тысяч баксов. Вот, есть повыше, конечно, но они, ну, такие себе, блядь. Плюс тут эти каучуковые браслеты, которые, ну, совсем так дешмански смотрятся, а это, типа, считается круто, ну, хуй с ними. Вот.